И мы продолжаем. Певица, которая прочат премию Грэмми, выступила с новосибирскими джазменами. Николь Генри влюбила в себя местную публику еще осенью, выступив на организованном филармонии фестиваля «Джаз ин джинс». В нашем городе она завершила масштабный тур по России, который включил в себя полтора десятка городов. С певицей встретился наш корреспондент Алексей Кудинов. Сочи, Краснодар, Казан, Ишевск. Николь с трудом произносит еще недавно совершенно незнакомые географические названия. Вместе с несколькими музыкантами она объехала полтора десятка российских городов. Но к Новосибирску у нее отношение особое. Несколько месяцев назад Николь выступила на организованном филармонии фестиваля «Джаз ин джинс». Ее выступление вместе с биг-бенда Владимира Толкачева запомнилось. Таких красивых исполнителей джаза в нашем городе видели немного. Вы знаете, довольно тяжело определить степень того, нравишься ты публике или нет. В чужой стране бывает, смотришь на публику, и у людей лица такие серьезные. А когда они начинают аплодировать, понимаешь, что я им нравлюсь. Спасибо. Еще несколько лет назад Николь не помышляла о карьере джазовой певицы. Она пела в церковном хоре, занималась балетом, училась на театральном факультете, могла бы стать архитектором. Все решили несколько удачных записей с американским диджеем, одна из которых попала в престижный чарт танцевальной музыки. Уже после Николь увлеклась джазом. Записала несколько пластинок, которые попали в японский топ-10. Стране восходящего солнца ее признали открытием года. И сегодня Николь выступает уже в разных странах мира. Я стараюсь сделать так, чтобы были две-три известные песни, и чтобы публика их узнавала, особенно когда я в России. Чтобы публика их слышала, они были на слуху. В Америке единственное различие в том, что я могу рассказывать между песнями небольшие истории. Они всегда есть у меня в запасе. Здесь это сделать сложнее. Меня не все поймут. В Новосибирске певицу ждали. В нашем городе она выступила с биг-бэном Владимира Тукачева и с трио Евгений Серебренников, Асхат Сайфулин и Владимир Крепичев. Программу вошла как джазовая классика, так и зачинения, которые никогда не звучали в нашем городе. По словам представителя певицы в России, контрбасиста Асхата Сайфулина, концертах Генри в нашей стране может больше и не случиться, если Николь получит Грэмми. На нее пишут сейчас пять композиторов, пишут ей новый диск. И я знаю точно, ее выдвигают на ближайшие два года на Грэмми. За нее взялось очень серьезное музыкальное агентство промоутерское. И диск будет в таком направлении smooth jazz, поп-джаз. Я думаю, когда она получит Грэмми, то ее приезд в России закроется. Это зависит напрямую от ее стоимости. Россия не потянет. Алексей Кудинов